Сегодня в программе мы поговорим о Клабхаусе в офлайне. То, что вы рассказываете, мне кажется, жутко скучно. Защитим Омскую крепость. И богатырь и пушкарь еще в один день. Будем бросать деньги на ветер. Они либо уходили в топку, либо в них заворачивали конфеты. Проведем ночь в морге. У меня пол улица была в крови. И поздравим наших друзей с днем рождения. Спасибо. На меня идут два таких гупника старовера. На вашей маме защитник, случайно, не мой? Сау, бля! С богом! Спали! Всем привет! Сегодня я нахожусь в Омской крепости. И я здесь сегодня нахожусь не просто потому, что мне тут нравится. Ну, конечно, мне тут нравится. Здесь все красиво, интересно. А потому, что тут реконструкторский бой. Где есть кольчуги, рыцари, самопалы, доспехи. Все вот это вот. Что без какого-то гида нам не разобраться. И у нас есть вот Вася Минин. Это организатор. Единственный человек в городе, у которого есть своя дружина. Вася, привет! Расскажи, пожалуйста, что здесь есть интересного? Мы пойдем, сейчас посмотрим. Сейчас мы пришли в нашу оружейную палату. То место, где хранятся доспехи, где хранится оружие. И где вообще снаряжаются для того, чтобы идти на войну. Это вы делаете вот такие вот штуки для детей, по большей части? Или для какой-то такой семейный досуг? Ну, чтобы пришли посмотреть, рассказать. Во-первых, нам интересно с научной точки зрения. Ну и, конечно, мы популяризируем историю. Понять вообще, соприкоснуться с историей. Потому что чаще всего, когда ты приходишь в музей, в музей все находится за стеклом. За стеклом, да. А здесь, из-за того, что это сделали мы, благодаря, можно все прийти и потрогать. То есть, если я сделаю вот так, меня никто не выгонит? Все совершенно нормально. Можно даже, например, снять шлем и померить. Даже так? Даже так. Можно вообще доспех померить при желании? Конечно, есть желание. Пойдем в мире доспех. Для начала нужно надеть такой специальный кафтан. Это кафтан, ага. Так, только давай мы с тобой снимем шлем пока. Вообще, то, что ты одеваешь на себя, сейчас называется зипун. Как? Зипун. Зипун. Продеваем, продеваем голову. В кольчуге где-то примерно от 8 до 12 тысяч колец. Она чуть-чуть тебе великовата с одной стороны. А если очки нет по его размеру? А. Ну что, похож я на рыцаря, пацаны? А так? Ну-ка. О, смотри. Сауля. Ча. Уж пуск. Нет, сначала надо фехтование. А вы уверены, что в те времена именно так и ходили с этой какого? Вообще не уверен, но на улице как бы не май месяц, поэтому я пойду в пуханье, как бы извините меня, пожалуйста. Мой урок фехтования закончился так же быстро, как и начался, потому что я получил травму, несовместимую с жизнью. Прошу пощаду, я сдаюсь. Я хочу стрелять из пушки. Вась, пошли стрелять из пушки? Хорошо, пойдем стрелять из пушки. Царь-пушка. Ну, да, можно и так ее назвать. Омская царь-пушка. Омская царь-пушка. Совершенно верно. Давайте, заряжайте их рано еще. Держи пока. Заряжаем, давайте. Картуз. Картуз. Пыш. Шельф. Кали. Калё. Трави. Калё. С Богом. Пали. Вау. Йоу. Нифига себе. Вот так вот посвящали в Пушкаре. Теперь ты назнающий Пушкарь. Вообще здорово. И богатыри Пушкаре все в один день. Вася, спасибо тебе огромное. Ребят, вам всем спасибо огромное. Блин, такой бесценный опыт. Если вы хотите приходить, какую-то часть истории узнать, поинтересоваться, открыть для себя что-то новое, вы знаете, куда приходить. Омская крепость вас здесь ждут, вам здесь всегда будут рады. У меня в руках негатив пленки 70-х годов прошлого на минуточку века. Такие хранятся в музее искусства Омска. Помимо фотографий здесь есть картины, скульптуры и много чего интересного. Они все неразрывно связаны с Омском, потому что их авторы – омичи. За годы в архивах скопилось, вдумайтесь, 14 тысяч произведений. Уже отдельного здания не хватает. А ведь это всего лишь за 30 лет работы. Да-да, у музея юбилей. К своему юбилею музейщики вытащили из-за кромов самое драгоценное – коллекцию снимков и негативов Михаила Фрунгарца. Он работал в Омске с начала 40-х, был фотокорреспондентом в газете «Омская правда», снимал для ТАСС. Омск в объективе Фрунгарца был городом художников. Кстати, у Фрунгарца тоже в этом году юбилей – 100 лет. Очень удачное совпадение. Изначально концепция музея задумывалась как хранилище работ, которые дают возможность проследить, как формируется художник. С самого начала. Поэтому не просто есть детские рисунки. Мы единственный музей, который имеет фонд детского рисунка. У нас есть даже спонтанный рисунок. То есть самые маленькие дети, которых еще не учат рисовать. Бывают такие ситуации, когда именно на наших выставках художника увидели, пригласили в столичные галереи и так далее. И мы, наверное, горды тем, что мы позволяем художнику встать на этот путь, чтобы его заметили. Наверное, это наша главная задача. Мы заняли нишу, которую не занимал никто. Мы занимаемся современным искусством. Мы занимаемся художными процессами, которые происходят в настоящее время. Которые происходят здесь и сейчас. 30 лет – это вообще не возраст. Молодой музей решил пошалить, похулиганить немного на свой день рождения. Музейщики не спали несколько ночей. Рисовали вот такие транспаранты для демонстрации. Расскажи, пожалуйста, Настя, чья это была идея? Что за транспаранты? Куда вы с ними пойдете? Мы будем как настоящие пионеры. У нас будут речевки о музее. Ну и, собственно, вся канва открытия будет уложена вот в такие вот небольшие важные слоганы для нашего музея, для нашей истории. Например, ГМИ уродился, да, это значимая дата для нас – 21 февраля 91-го года, когда нас учредили. С самым молодым музеем быстро подружилась наша самая молодая редакция – программа «Свободное время». Вместе мы снимали рубрику «А не пойти бы вам в музей», а на карантине делали проект «Изолента». Наш любимый партнер, нам с вами интересно, классно. Мы знаем, что мы делаем одно общее дело. Отдельное спасибо вам хотелось сказать за то, что вы всегда идете на встречу, на эксперименты. Мы бесстрашные тоже. Да. Мы не должны говорить, что мы не можем быть. Лучше ты не можем быть. Теперь поздравить музей с днем рождения могут все. Юбилейная выставка работает с 26 февраля. Только ленивый еще не поговорил о Клабхаусе. Новая соцсеть лидирует в российском App Store. Да, приложение пока только для яблочников, однако команда уже начала работать над версией для андроида. Ну, а представляет собой соцсеть, некий гибрид живого общения и радиоподкастов. Добралась она и до Омска, поэтому мы и затеяли небольшое расследование. Всем доброе утро. Сегодня у меня выходной, но такова профессия, чтобы работать все-таки придется. Я буду сидеть в Клабхаусе и лично проверю, что это за соцсеть, насколько там интересно и может ли она так сильно затянуть человека. Очень много каких-то мотивационных комнат, где говорят о каком-то личностном росте. Я больше не могу это слушать. Ребята рассказывают о себе, обсуждают какие-то локальные темы, локальные шутки. Может быть, я попадаю просто не в те комнаты, я не знаю, но пока мне ужасно скучно. Ну что же, мой эксперимент завершился, и я пока могу сказать только одно. Мне не очень понравился Клабхаус, я совершенно не поняла эту соцсеть. Периодически мне хотелось все закрыть и включить какой-нибудь стрим или посмотреть мемы в ТикТоке. Но, возможно, стоит узнать мнение людей, которые уже успели стать опытными пользователями Клабхауса, которые создают свои комнаты. Отправляемся к ним. Почему именно в 2021 году стало так популярно это приложение? В тот период, когда люди не любят голосовые сообщения, соцсеть Клабхаус становится для них нечто другое. То есть это не звонок, это не голосовое. Это место, куда ты можешь прийти и по своему желанию выбрать того человека или ту тему, с которым ты хочешь говорить. Ну, я не знаю. Не знаю пока. Я не ощутила вот такого свободы комфорта. Активизировались те люди, которые хотят что-то втюхать, продать. И это правильно, потому что это новое. И пока человек еще в сомнительном состоянии, как ему не рассказать, что здесь только и здесь находится экспертность, уникальность и активность. Ну, мне показалось так. Я не думаю, что это вообще новое что-то. В 60-е годы, в 70-е это развивалось в формате радиохулигарства. Когда-то, когда не было никаких социальных сетей, люди выходили на определенную радиоволну и свободно общались. Скорее всего, это какой-то промежуточный этап для выхода во что-то большее. Есть ли, по вашему мнению, какая-то опасность, что Clubhouse может превратиться в какую-то токсичную сеть наподобие Фейсбука? Clubhouse — это крайне толерантная соцсеть. И меня радует, что маркетинговая политика изначально, когда туда приходят люди по инвайтам, позволила собрать достаточно качественное комьюнити. Пока они не придумали, каким образом можно оставлять сообщение, кроме как голосового реагирования, конечно, да, никакого хейта и так далее. А сколько квадратов комнаты там вообще? Не слышу, мне кажется, бесконечный. Какая квадратура? До 10-ти? До 10-ти. То, что вы рассказываете, мне кажется, жутко скучно. Как можно вообще обходиться без какой-то свежей мысли, даже пусть она критическая, и даже пусть она как-то неадекватно высказана. Но вы создаете такое кисельное, как мне кажется, пространство с клюквой, и будете наслаждаться своим сладким общением. Как раз вот такие виртуальные пространства, они и должны существовать для того, чтобы там можно услышать то, что ты не услышишь в обычной жизни. Для меня было интересно, что можно из любой точки мира услышать какого-то человека, именно что-то реально эксклюзивное. Уже две недели активно работает эта соцсеть, и вы уже две недели следите за новостями о Клабхаусе. Можно ли сказать, что за это время люди уже привыкли к Клабхаусу, и даже если какие-то популярные блогеры, тот же Илья Варламов, который уже успел стать королем Клабхауса, уйдет, люди там все равно останутся и продолжат общаться между собой, создавать какие-то комнаты. Сейчас настолько перераспределился интерес, что людям уже не интересно слушать там большого спикера, они разбредаются по маленьким комнатам. Мне кажется, что такая судьба женская соцсизма. Да? Да, поболтай, сейчас слушаешь, поболтай. Ну, это, кстати говоря, можно понять, судя по тому, кто сегодня собрался. И, скорее всего, наверное, надо было называть это не комнатами, а лавочками. Ну, знаю многих своих товарищей по разным возрастам, кто там бы регистрировался и в течение дня удалялся. Сегодня я готовилась к интервью и смотрела вакансии. Нужны ли сотрудники какие-то, может быть, Клабхаусы? Так вот, уже некоторые компании набирают модераторов. Я уже потихонечку начала влипаться в эту тему. Да, я просто поняла, что мне приятно. Мне приятно вести коммуникацию в таком формате. То есть я не люблю визуал, я не люблю перед телефоном, мне не очень хорошо от этого. Но я могу говорить, люблю говорить, люблю что-то рассказывать и так себя реализую. Однако говорить о том, что Клабхаус войдет в нашу жизнь так же прочно, как Инстаграм или ТикТок, пока рано. Но дать шанс этому приложению все-таки стоит. Особенно понравится тем, кто радио предпочитает телевидению. Я считаю, это полноценной профессией именно квест-актер, потому что здесь надо совмещать множество всяких факторов, каких-то в кучу собирать, плюс быть подвижным, активным, начиная от того, что перемещаться в темноте, уметь плюс ориентироваться в ситуации, квест-морг, там все идет именно на разговоре, на общение с людьми. В Омске работает более 60 квестов и всего 20 профессиональных хоррор-актеров. Сыграв три года назад в страшном квесте «Каннибал», Эдуард решил ежедневно питаться эмоциями людей. Теперь утром он мастер-технолог на производстве, а вечером сумасшедший патологоанатом-сатанист или маньяк. Сейчас в квестах актер не только должен пугать, он должен непосредственно взаимодействовать с командой. Актеры, которые с театра, они не могут полноценно погрузиться в тот сюжет и не могут настолько хорошо импровизировать. Иммерсивный спектакль, где вы главный герой. К примеру, в постановке «Морг» задействовано сразу пять персонажей, а в квесте «Психушка» нездоровый санитар сам становится живым шифром. Алексей признается, что ранее имел актерский опыт, однако здесь его недостаточно. Просто человек, если открытый, ему легко будет найти контакт с аудиторией и, собственно, с ними начать как-то действовать. В итоге получается действительно какой-то сбалансированный, цельный спектакль, который люди смотрят, и в это все вживаются, и в этом всем существуют. Чтобы запустить такой квест, признается Наталья, требуется 2-3 месяца. Однако помимо тонкости актерской игры и психологии, артистам приходится осваивать профессию травматолога. Ушибы и ссадины – не редкость, но в основном травмы залечивают сами актеры. У меня маска была такая латексная, маска растеклась и растеклась губа. То есть даже есть небольшой шрам на губе. Администратор на эмоциях, она напугалась за меня, потому что у меня пол лица было в крови. Она напугалась, что надо останавливать игру. Я сказал, ничего, я вот так вот вытер кровь и из-за двери показал им окровавленные пальцы и сказал, кто-то ответит за эту кровь, и мы продолжили играть. Оказаться героем фильма ужасов, окунувшись в сюжет, обхитрить подозрительного тюремщика или выудить подсказку у живого обитателя морга. Заряд адреналина и эмоций. Главное, персонажи заставят вас стать командой. Помощь, спасение и радостные объятия. Все то, чего так не хватает в поседневной жизни. Закройте меня. Блеск костюмов, искрящиеся украшения, экзотические животные. Грандиозное шоу «Песчаная сказка» от продюсерского центра Гии Эрадзе наконец-то увидели первые зрители. Во время пандемии артисты российской государственной цирковой компании и животные усердно тренировались, чтобы удивить амичей своими отточенными номерами. Но волнения все равно не избежать, ведь встреча со зрителями всегда вызывает радостный трепет. Особенно после такого длительного перерыва. Чем ближе номер, тем как-то не очень и не очень. Да, мы вышли, но когда мы взлетели, мы летели по кругу, и я к Косте поворачиваюсь и говорю, Кость, какой кайф. Он такой, да, вообще, мы еще успели друг другу сказать это. Очень много разных номеров. Воздушные гимнасты, жакеи, кстати, это единственный тоже в системе номер. Не джигиты, а именно жакеи. Росгусырка – это единственный конный жанр, который сохранился в нашем коллективе. Здесь и жуки-скоробей, и воины-скорпионы – это настоящий тематический спектакль, где каждый может почувствовать колорит таинственного Востока. Вот ловкие эквилибристы, а это буфонадные жонглеры на моноциклах. Каждый номер продуман до мелочей. Сюрприз программы единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полуторатонные африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки. По окончании выступления зрители провожали артистов оглушительными аплодисментами. Мне кажется, весь народ соскучился по таким представлениям. Детвора очень рады, вы видите, как они радуются. Эти ребята на лошадях – это просто мастера большого кварца. Очень, ну, цирк просто прекрасный. По многочисленным просьбам зрителей региона, гастроли шоу Гии «Эрадзо Песчаная Сказка» продлены на весь март. Все праздники и в дни школьных каникул артисты будут выступать на манеже Омского цирка. Желающим порадовать себя и своих близких стоит поторопиться. Билеты активно раскупают. Приобрести их можно в кассах города или на сайте цирка. В эпоху безналичных платежей и биткоина бумажные деньги кажутся уже чем-то из прошлого. Сегодня эти купюры удивляют своими размерами и внешним видом. Здесь, в историко-краеведческом музее, можно увидеть деньги Первой мировой и гражданской войн. Именно банкноты отразили все, что происходило в политической и общественной жизни страны. Первые бумажные деньги в России появились из-за необходимости заменить медь. Она была слишком тяжелой и занимала много места. В период гражданской войны в регионах страны установились собственные правительства, которые выпускали свои денежные знаки. Сейчас это трудно представить, но они имели разное наименование и различный курс. Это был настоящий денежный хаос. Жестокость и трагичность этих периодов в жизни страны отразилась и на купюрах. Они безмолвно умирали в руках своих обладателей, превращаясь в пантики. Если мы говорим о деньгах казначейства Северо-Западного фронта, здесь мы упоминаем фамилию Юденич, который планировал взять Петроград и внедрить эти денежные знаки, как, возможно, общероссийские. Их постигла вообще судьба довольно печальная, несмотря на, ну, своего рода неплохое качество. То есть впоследствии в эстонском городе Нарва после разгрома армии Юденича они либо уходили в топку, либо в них заворачивали конфеты. Некоторые банкноты считаются настоящими художественными шедеврами. Вот как эти так называемые моржовки – чеки Архангельского отделения Госбанка. Это были типичные местные деньги, получившие свое название из-за изображения моржа и белого медведя на фоне льдин. А здесь деньги правительства Александра Колчака. Их печатали на рисовой бумаге. Колокольчики, воробьи, нередко купюры получали игривые или нежные прозвища. Вот это последние деньги императорской России. Она называется Катенька или Бабка. То есть в 1910 году эта банкнота являлась самым крупным номиналом. Ее обладатель по предъявлению мог ее заменить на что-то около 77 граммов золота в любом государственном банке. Но когда мы говорим о самом крупном номинале, последнем самом крупном номинале Российской империи, следует говорить уже о купюре, которая расположена чуть ниже. Это так называемый Петенька. Рядом с купюрами предметы начала 20 века. Керосиновые лампы, граммофон, швейная машинка, самовары. Все это здесь, чтобы мы могли понять, какая она, судьба рубля, и что можно было позволить на ту или иную сумму. Массово коллекционировать деньги стали в 1970-х годах. Искали даже банкноты-талисманы. Например, рубли конца 19 века с подписью кассира «Брута». Эти банкноты были очень популярны у карточных игроков. Говорят, Брут проиграл казенные деньги, после чего ушел из жизни. С тех пор игроки считали рубль с его подписью счастливым. И какой бы ни была история денег, она всегда отражает драматическую жизнь человечества. Крушение империй, идеалов и появление символов нового времени. Пластика тела и грация. Чувственные плавные движения веками вдохновляют художников на создание живописных полотен. Но чтобы стать героем картины, танцорам, привыкшим всегда двигаться в такт музыки, приходится застыть. Кружок набросков образ. Объединила мечей, влюбленных в искусство живописи. Для каждого, кто проводит свои вечера на длистом бумаге, возможность рисовать с натуры – очень полезная практика. В чем вообще основная сложность для меня, как для непосвященного человека, объяснить и рисовать человека с натуры? Ну, пропорции. Ну, как, по моему мнению, это самое сложное. Как бы сразу схватить все в нужных, так сказать, размерах. А это важно делать вот именно с живой натурой или можно перерисовывать из книжек? Ну, лучше с живой. Так еще и скорость развивается. Здесь не обязательно быть художником. Любой может прийти, начать рисовать. Было бы желание, бумага и карандаши. Здесь нет каких-то рамок, здесь нет правил. Никто не скажет, что что-то неправильно. И поэтому здесь можно быть совершенно свободным в плане творчества. Единственное ограничение – время. На каждый набросок – пять минут. А после натурщица меняет позу. И приходится начинать сначала. Если вас тоже тянет к искусству, присоединяйтесь к кружку набросков. Достаточно просто прийти, и вдохновение обеспечено. Даже если вы последний раз, как и я, рисовали в школах на уроках ИЗО, руки сами потянутся к карандашу. Ну, или к ручке. Ну что, готовы увидеть мой шедевр? Не похоже, скажите вы. А я скажу, я художник. И я так вижу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»